Ну что же, всем привет! И так, поговорим про фарм в гистрии ЗДК. И сразу уточню, коль вы уже задумаетесь про фарм в гистрии, то вы уже имеете некоторые знания, как попасть в гистрии, где она находится, и ваши навыки не являются нулевыми, и вы знаете, как пользоваться скиллами. Я не буду пересказывать основные понятия и рассказывать тысячу раз об одном и том же. Также это видео не свод правил, а лишь советы по тому, как желательно фармить данный спот. Ну что ж, начнем. Первое, обозначим рамки. Это 61 уровень, 258 в кутуме и 270 в нубере. Это то, что позволит вам приемлемо фармить данный спот. Уточню для тех, кто в танке. Это не точные значения, а лишь примерные показатели, поскольку всегда много разных факторов. По броне 19-й круг желательно через аргоны. Желательно. Второе, бафы. Опять же, немножко смотрим на себя и подбираем под себя. Я лично бегаю с ужином рон и колбой. Не утверждаю это, что это самый эффективный и выгодный вариант, поэтому здесь можно выбирать. И вот вам варианты выбора. Это либо 3 склянки алхинки плюс комбо из 4 обедов, либо бродзелье зверя, либо гиганта. Ну, либо колбу. В принципе, можно бафать хоть весь суповой набор всей алхинки, но это малоэффективно. Мобы не шотные, а от полного разбафа вы не уменьшите свою ротацию скиллов до половины. Здесь бы я уже смотрел более точную оптимизацию. Вот человек. Кому-то нужно больше брони, кому-то резистов, кому-то нужно больше атаки, кто-то больше основывается на уроне в спину. Сравнивая лично, особой разницы между колбой, зверем или гигантом я вот не увидел, так что смотрите сами. Мой выбор обусловлен простотой в забафе. У обедов отсутствует нужда в слежке за тем, какой обед вы съели полчаса. Колба же отличается восстановлением хп, критом и уроном по мобам. Одним из самых больших. Третье. Ротация и морфы. Морфы вы видите на экране, можете поставить на паузу и посмотреть, сравнить. И о том, как именно они действуют, я расскажу комбинацию. Итак, после того, как вы свели мобов, вы начинаете с собственного разбафа. Это наскок и колющий выпад. На колющем выпаде у нас скорость, на наскоке у нас скорость, плюс еще на колющем у нас крит и на колющем у нас еще урон по монстру. После ставите ловушку вентира, которая дебафает на уклонение мобов. После вы пролетаете сумречным рывком сквозь пак мобов. Для сумречного рывка мы делаем баф на крит с колющего выпада, кстати. У сумречного 50%, плюс еще 20, плюс 25 своих. Если вы улетаете далеко, то делаем дух охотника, чтобы сблизиться с мобами. И сдаем стихийный взрыв, который дебафает на броню. После вы юзаете гнев вентира, который имеет пробуждение на 30 урона. По-моему, вам это самое большое урона. Сдаете заряженный или нет избранника Масильвы. Тут зависит от предпочтения. Особой сильной разницы я не заметил. Ну, разве что времени вы экономите немножечко. И круг рока после избранника Масильвы. Духом охотника переходите обратно в пробужденную стойку и добиваете дождем клинков и семенем. Если у вас где-то кто-то затесался, немножечко вы не добили, не досвели, то можно дальше чутка хп добить пеплом теней. И также сдать еще какие-то добивающие скиллы. Но в основном вы должны за данную ротацию забирать. Это наиболее оптимальная ротация по урону. Но она имеет недостатки. В начале у нас имеется 4 скилла, которые идут без какой-либо защиты. Поэтому я думаю, что может быть стоит начинать с подходящего момента. Но тут тоже сложно, потому что мобы имеют такую же систему резистов. То есть 2 контроля и у них потом кд 5 секунд на контроль. Четвертое. Там и споты. Вообще, хоть гистерия и не маленькая, основных спотов там всего 3. Ну, я бы выделил 2 у фармящих и еще несколько промежуточных, чтобы переждать кд, если все везде занято. Есть у нас топ, есть у нас коробка и есть у нас вода. Это вот 3 основных. Есть еще вариант за коробкой, но он мал. И там разве что стоит переждать кд-каналы, когда все споты заняты, как я уже говорил раньше. Так же я бы отнес к такому споту и воду. Ну так, начнем. Коль я заговорил про воду. Спот ужасный, как по мне, для ДК. Много беготни. Есть очень много тонких моментов, когда вам четко нужно агрить мобов. И вот вам, например, после агро вот этого моба нужно постоять немножко вот в этом месте, чтобы он ушел именно к этой точке и свелся с другим мобом. И это довольно-таки нужно выполнять каждый раз четко, грамотно. То есть у вас нету просто пробежали и все, вам нужно встать, постоять, посмотреть, чтобы он еще у вас не стрелял, потому что так вы не сведете и потеряете время. Для ДК я бы его сделал крайне нежелательно, ну из-за что у вас очень много атаки, вы разваливаете прям вот на изи всех мобов в гистере, но тут такое уже. Вам любой спот будет по плечу. Топ-спот. Без граничные возможности и большие потребности. Крайне нежелательные новичкам, потому что для полного обхвата нужно иметь много, очень много урона. Здесь много вариантов прохождения данного спота, что немного вводит в ступор и запутывает начинающих игроков, потому что они все смотрят разные гайды, все бегают там по-разному и просто ааа. С него можно выносить очень много, но нужно будет попотеть. Третья комната за топом, как по мне оптимальный и самый незапаристый спот. Четкие кучки и действия позволяют сидеть здесь без напряга. Изначально не нравился мне, но после оптимизации маршрута под себя сделал на нем 2780 итемок. На данный момент это мой рекорд, скажем так, ну оптимальный рекорд, то есть я делаю столько итемок. Думаю, смогу выиграть в ближайшее время еще 200-300 итемок и закрепить данный результат, но это нужно подоптимизировать некоторые моменты в плане разбафа посмотреть, в плане беготни и в некоторых моментах ротации у меня все-таки страдает. Ну и советы. Первый совет это маршрут и сбор мобов. Мелкие мобы гистри имеют долгую анимацию пробуждения, поэтому им нужно помогать бежать за вами. То есть их нужно ударить и бежать к месту сбора. По этой причине понимаете, как будут различаться разные маршруты, даже вот банально по часовой или против часовой. То есть как вам лучше будет бегать. Вторая. Круги и время. Изначально я бегал по глупому, то есть я бегал по часу и смотрел сколько итемок в час мне выпадает. Никак не мог понять, никак не мог зафиксировать, что я делаю не так и более оптимизировать. То есть у меня скачки были где-то по 60 итемок за каждый час я прибавлял, но не мог понимать в чем не так. Но для оптимизации я разбил фарм на круги по таймеру. То есть я делал круг, замерял его по таймеру и смотрел, за сколько я прохожу круг, сколько итемок я выношу. Вам советую тоже замерить, сколько времени вы тратите на круг и осмотреть, где вы допускаете ошибки. Это будет намного лучше, чем целый час задротить, а потом, не понимая, где вы неправильно сделали, выносить малый итемок. Третье. Нет предела совершенству. Как ни странно, всегда можно где-то что-то подправить и получить больший результат. Поэтому не нужно приносить мои методы фарма как правило, как я уже сказал раньше. И стоит пробовать другие способы, тактики, маршруты и все остальное прочее. Также сразу стоит понимать, что может не получиться столько же итемок. То есть вы не можете сразу забахать себе много-много итемок. И затратится некоторое время для понимания, как нужно фармить. Для оптимизации и полировки у меня лично потребовалось около 20 часов фарма, ну вот, живого времени за фармом. С учетом того, что 1 треть времени я вообще тратил на то, чтобы найти свободный канал и закрепиться на споте. Ну и на этом все. В принципе, про ротации рассказал, про круги показал, какие скиллы езжать нужно. Сначала попытайтесь научиться основе, то есть как бегать, чтобы круг замерялся в определенное время. Потом уже дальше добивайтесь больше оптимизации. То есть смотрите, стоит ли бафать определенные вещи, стоит ли делать еще что-то. Надеюсь, это вам поможет в фарме гистрии. И удачи всем ДК, которые будут фармить гистрии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА